Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16.00. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 23 сентября. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. В Ереване состоялась встреча министров иностранных дел НКР и Армении. Подписана декларация о дружбе между Гадруцким районом и Французским департаментом. Медучреждения столицы пополнились новым оборудованием. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент НКР Бакуса, Океан, президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 28-летия Республики Армения, организованных в Ереване и Гюмри. Оперативная сводка Минобороны НКР. Оперативная сводка Минобороны полностью контролирует ситуацию на передовой, уверенно выполняя поставленные перед ними боевые задачи. Кстати, как сообщает пресс-служба Минобороны, 22 сентября в районе 16.15 в направлении одной из боевых позиций, дислоцированных на юго-восточном направлении Арцах Азербайджанской линии соприкосновения, противник предпринял попытку диверсионной вылазки. В результате грамотных действий постового состава Армии обороны противник был отброшен назад на исходные позиции, оставив в нейтральной зоне одного погибшего. Армия обороны потерь не понесла. Детали инцидента устанавливаются, говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что видеокамеры Армии обороны НКР зафиксировали некоторые эпизоды попытки диверсионного проникновения. Министр иностранных дел НКР Масис Майлян встретился в Ереване с министром иностранных дел Армении Зограб над Саканьяном. Накануне намеченной на сегодня встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, главы внешнеполитических ведомств двух армянских государств обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся процесса урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. В этом контексте стороны подчеркнули безальтернативность мирного решения проблемы, отметив важность внедрения международных механизмов контроля над соблюдением режима прекращения огня. Министры вновь подтвердили необходимость непосредственного и полноценного участия НКР в переговорах с точки зрения повышения эффективности процесса урегулирования. Министры иностранных дел Арцаха и Армении отметили важность проведения между внешнеполитическими ведомствами регулярных встреч и консультаций на различных уровнях, подчеркнули ключевое значение скоординированной деятельности в решении вопросов, имеющих общеармянское значение. Подписана декларация о дружбе между Гадруцким районом Арцаха и департаментом Иезер Франции. Как сообщили в пресс-службе МИДНКР, торжественная церемония подписания состоялась в городе Гренобль в зале заседания администрации департамента Иезер. Декларацию подписали глава администрации Гадруцкого района Камо Петросян и председатель совета департамента Иезер Жан-Пьер Барбье. В общей сложности это 14-е соглашение, подписанное между административно-территориальными единицами Франции и Арцаха. На церемонии подписания присутствовали постоянный представитель НКР во Франции Ованес Геваркян, вице-консул Армении в этом регионе Гайан Эманукян, сотрудники администрации департамента, представители армянской общины, журналисты. Ованес Геваркян отметил, что подписанные соглашения не только открывают возможности для сотрудничества в образовательных, культурных и гуманитарных сферах, но и служит мостом дружбы, благодаря которому Арцах прорывает многолетнюю политическую, информационную и психологическую блокаду, которую Азербайджан пытается установить любой ценой. С 1 октября Культурный фонд индустриального развития армянского кинематографа при поддержке Министерства оборонауки и спорта НКР откроет в Арцахском центре информационных технологий «Киношколу Innovative». Об этом сообщила пресс-секретарь Миноборнауки Цовинар Бархударян, добавив, что целью киношколы является обучение современным проектам в области кино посредством инновационных компьютерных программ. Учебный материал и практические занятия будут предоставляться студентам в хронологическом порядке в соответствии с этапами производства. Основные модули преподавания киношколы – следующие «Введение в историю кино», «Основа кинематографа», «Принципы построения мизансцен», «Изучение современных программ», «Введение в процесс кинопроизводства», сказала Цовинар Бархударян. Медицинские учреждения столицы получили на днях новое медицинское оборудование. В Республиканском медицинском центре появился второй компьютерный томограф современного поколения. Первый был установлен в мае месяце, и обследования уже прошли свыше 300 человек. 60% платы компенсируют всем гражданам государства, а бесплатные обследования проходят при неотложной помощи «Дети до 18 лет» и репрессированные, а также военнослужащие. По словам врача Ареват Александян, новый томограф установлен в стационарном отделении и будет обслуживать стационарных больных и принять ложные помощи. А первый томограф находится в амбулатории, где проводятся плановые обследования. Ареват Александян заметила, что единственная проблема сегодня – это нехватка врачей. С конца августа в туберкулезном диспансере введен в эксплуатацию новый цифровой флеорограф, который обслуживает не только стационарных, но и амбулаторных больных. По словам врача-радиолога Карена Гукасяна, основная цель – ранняя диагностика туберкулеза. Вместе с тем проводится обследование лиц с проблемами легких. Стоимость обследования – 2200 драмов. Главная проблема, по словам врача, техническое обслуживание аппаратуры. В случае возникновения технических проблем придется приглашать специалиста из Еревана. Кстати, старый передвижной флеорограф теперь освободился и начал выездное обслуживание населения в районах республики. Объявление мэрии Степанакерта в связи с Днем города 28 сентября в столице пройдут различные праздничные мероприятия. В 11 часов состоится возложение венков и цветов к памятнику Степану Шаумяну. В сквере Шаумяна состоится выставка продажи работ членов Союза художников Арцаха, а также пленэр изобразительного искусства. Одновременно в сквере будут проходить различные спортивные мероприятия. Кроме того, в различных частях столицы пройдут концерты. В полдень концерты начнутся перед Центром детско-юношеского творчества, у музыкальной школы, у дома номер 67 по улице Лусаворича. В 13.30 концерт начнется у памятника маршалу Баграмяну, а в 15 часов перед торговым центром Эмбада. Завершает наш выпуск информация о погоде. Во вторник, 24 сентября, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 м в секунду. Термометры покажут ночью 6.14, днем 18.26 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания. Сейран Карапетян.